Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня буду готовить прополюсное масло. Это смесь, которая будет состоять с двух компонентом. Масло и прополюса. Прополюс это продукт человодства. Масло это обыкновенное масло самого высокого качества, которое я купила в магазине, с которого в этом же рецепте сделаю с него масло ги, то есть топленое масло, убирая ненужные компоненты, которые там есть в процессе кипячения его. И мы получим очень ценнейший продукт, который необходим, особенно сейчас, в каждой семье. Давайте же приступим к этому процессу готовки. Ставлю масло на огонь открытый и делаю с него масло ги. После того, как масло растаяло, оно начинает закипать и образуется такая вот сверху пена, а внизу выпадает молочный осадок и испаряется белок, что потом очень хорошо для людей, у кого аллергия на молочные продукты. Это масло очень полезно, его можно применять в пищу. Вот сейчас оно кипит уже на маленьком таком огне, пройдет еще минут 5, может 7, и когда вот оно разделяется на три слоя, то вот этот средний слой, это как раз и будет то масло, которое нам нужно будет для этого масла с прополюсом. Вот так оно кипит, сейчас стоит на очень слабом таком огне. Я рекомендую все-таки делать масло с прополюсом именно с такого масла. Конечно, для того, чтобы измельчить прополюс, приходится изрядно потрудиться. Часть прополюса должна лежать в морозильном шкафу, а часть натирается вот мелкие такие фракции, потому что тает, все тает. Смотрите, какое красивое получается масло. Сейчас я его процеживаю через мелкое сито или можно через марлю в один слой процедить. Остается пена и немножко осадок молока. А вместе, во время того, как оно варилось, испарилась еще и влага. Ну, лишняя вода, которая в нем была. Таким образом, мы получаем, смотрите, ценнейший такой продукт. Он очень хороший и для питания просто. На нем хорошо жарить, на нем хорошо добавлять любую пищу. Ну, а мы делаем с вами и пищу, и лекарства. Вот сколько ненужного было в этом масле. Все это выбрасывается. А остается ценнейшее масло. Масло, которое называется ВИГИ. Я его перелила в ту кастрюльку, в которой мы будем варить дальше прополюсное масло. В застывшем виде вот масло ГИИ вот такое. У нас оно почти постоянно есть. Я его люблю готовить с него, просто кушать. А это, вот это масло, которое немножко остывает. И мы будем сейчас добавлять туда прополюс. И здесь очень важный момент, температурный режим. Если масло остыло уже до 80 градусов, мы можем высыпать вот этот измельченный прополюс. Размешиваем деревянной ложкой или деревянными какими-то палочками. После того, как мы хорошо размешали, накрываем крышкой и оставляю на 20 минут. Но периодически помешиваю. Помешиваю для того, чтобы прополюс не приставал к стенкам и ко дну посуды. Вот так размешала и опять накрываю крышкой. И так в течение 20 минут. После остывания опять ставлю кастрюлю. Вот так я даже ее не ставлю, а приближаю к огню. Для того, чтобы не пристал прополюс к стенкам, ко дну. Температура поднимается медленно, до 90 градусов. 71, 73. Ну и при 90 градусах мы уберем кастрюлю с огня. Можно поставить на паровую или на водяную баню. Точно так же делать. При температуре 80 градусов опять подносим кастрюлю к огню и медленно нагреваем, помешивая до 90 градусов. Опять снимаем кастрюлю с огня и даем остыть до 80 градусов. И так несколько раз. Пока пройдет 20 минут. Готовое масло фильтруем через металлическое сито или же через марлечку в один слой. Готовое масло вы видите, имеет такой желтоватый цвет с зеленым оттенком и специфический такой характерный запах прополюса. Внизу в сетечке у меня остался такой осадок. Само масло имеет специфический запах прополюса. Приятный приятный такой вид и вкус горьковато. Вот такой. Сейчас я буду пробовать. Вы будете смотреть. Дальше я вам расскажу. Вот оно у меня стоит в помещении. я его не ставила в холодильник. Имеет вот такую консистенцию. Профилактически его можно употреблять. Сейчас я попробую. Имеет горьковатый такой действительно насыщенный вкус. Но не важно. Важно то, что я считаю, что такое масло должно быть сейчас в каждой семье. потому что оно прежде всего для людей, которые подвержены всевозможным респираторным заболеваниям. Заболеваниям горла, носа, бронхов и даже воспаления легких. И не то, что даже воспаления легких, а даже у кого есть эта болезнь, которая называется чахотка. Как еще по-другому. То есть люди, употребляющие такое масло, излечивают себя. Кроме того, что его можно использовать вовнутрь, его можно использовать и наружно. Наружно можно использовать для предотвращения всевозможных, для заживления всевозможных ссадин на теле. Можно использовать для ушей, приатита. Делают, пропитывают бинтик, вставляют в ухо. Можно использовать для десен. Может быть не просто масло, а может быть на спирту. Хотя я вам скажу, после того, как я проглотила его, оно попадает естественно на десна, на зубы. Цель этого видео просто показать, как правильно сделать такое масло. Его можно сделать и на оливковом масле. Но я считаю, что на масло лучше всего подходит к этому маслу. Оно все-таки имеет и консистенцию масла, и приятно на него смотреть, и приятно его кушать. И даже если это не на спирту, то можно естественно давать и маленьким детям. Хотя немножко предупреждают о том, что совсем маленьким детям вовнутрь не рекомендуют давать. Можно где-то там натереть тельце, можно возможно где-то там ушко в ушко что-то вставить пропитанное маслом этим бинтик или в носик, или делать ингаляции с этим маслом. Я думаю, что ингаляции именно с маслом будут очень полезны для ребенка. Ну и не рекомендуют не рекомендуют беременным кормящим женщинам. Посмотрите, я попробовала это масло. Вы увидели, что я живая и здоровая. Что мне нравится вкус и аромат этого масла. Что это масло согласитесь должно быть в каждой семье. Вот хотя бы вот такая баночка. Его можно поставить в холодильник. Оно хранится очень долго. сам прополис является бактерицидным. Он борется с всевозможными бактериями, вирусами и улучшает или ускоряет процесс выздоровления. Поэтому в наше такое смутное время очень даже необходимо такое средство иметь у себя дома. Которое можно будет в случае чего ложками кушать и улучшать свое состояние здоровья. Ну а если такое масло на основе масла я считаю самым полезным, самым лучшим и самым натуральным. И единственное, что здесь конечно нужно придерживаться при любом изготовлении придерживаться температурных вот этих норм. Почему? Потому что идет разрушение. Если мы даже положим прополюс в горячее кипящее масло, то эти фитоциды, эти питательные хорошие вещества с прополюса быстро улетучатся и ценность его потеряется. Я считаю, что нужно сделать такое масло, употреблять его и быть всегда здоровым. На этом все. Будьте здоровы и до следующих видео.